World in Conflict. Как набрать больше всех очков? Режим натиск. Как и в прошлом номере, перед вами сборник практических советов по трём картам. На этот раз мы разберём режим натиск, а начнём с популярнейшей карты — шоссе. Осмотримся. Прямо по центру идёт длинная дорога — главная цель обеих команд. Слева и справа от неё лес, чуть выше — холмы. Всё это очень важно, поскольку скопления деревьев обязательно привлекают пехоту, а холмы нравятся артиллеристам. Однако это не значит, что остальные рода войск здесь редкие гости. Отнюдь, карта режима натиск — идеальное место для набора очков. Поэтому мы поговорим обо всех специальностях. Пехота. На этой карте её как только не называют. Но, пожалуй, самое правильное прозвище — Королева шоссе. Посмотрите, лес да лес кругом. Причём прямо возле точек. Вот группа пехотинцев прячется за деревьями и начинает вести огонь по танкам. Несколько выстрелов — и готово. Обратите внимание на расположение бойцов. Это верный вариант. Дорога полностью перекрыта, но в случае бомбёжки пехотинцы не умрут разом. Категорически неправильно загонять всех солдат в маленький лесок. Посмотрите, все отряды двух игроков умерли от одного удара напалмом. А ведь это лишь семь очков поддержки. Вот другой вариант. Хороший. Посмотрите, насколько грамотно солдаты заняли лес и здания. Тяжёлый танк даже не успевает остановиться на позиции. При этом пехота не даёт летать вертолётом, открывает кусок карты и десантом прикрывает тыл. Используйте точно такую же тактику, и у вас будет чертовски сложно выкурить с этой позиции. Однако же пехота борется не только с техникой. Есть и другой вариант тактики. Например, использовать снайперов. Посмотрите, как активно они истребляют вражеских солдат. Вот только так высаживаться не стоит. Во-первых, как вы видите, вертолёты сразу же убивают двух снайперов, а остальных добивает артиллерия. Ей ведь надо только на секунду заметить врага. Дальше снаряды будут падать на голову до тех пор, пока все пехотинцы в районе не погибнут. На этой ноте и перейдём, собственно, к войскам поддержки. И главный боец этой группы, конечно же, средняя артиллерия. Именно она раз за разом уничтожает всю вражескую пехоту. И если у одной команды не будет средней артиллерии, то и победить не удастся. Видите, как быстро она уничтожает врагов? Неважно, стоят ли противники на месте или бегут, видно их или они уже скрылись в лесу, снаряды летят, летят, летят. Обратите внимание, куда и как стреляют пушки. Во-первых, правильно выбрано направление. Во-вторых, работа на опережение. Лучше выстрелить немного дальше, чем просто запустить снаряд в хвост. Желательно не ставить всю артиллерию в одном месте, иначе она превращается в отличную мишень. Как вы думаете, почему этот пехотинец уже офицер? Причём он решил перестраховаться и вызвал противотанковый удар. Что сказать? Молодец! Второй боец войск поддержки — ЗРК. Зенитка оберегает пехоту и артиллерию от вертолётов, поэтому и ставить её необходимо там, где есть бойцы союзников. Обратите внимание, как разъезжаются войска после высадки. Это идеальный вариант. А вот уже движение зениток непосредственно в бою. Останавливаться нельзя. Всегда надо перемещаться ближе к вертолётам, отступать. И не забывайте выпускать дым. Вот как лихо можно сбить сразу группу вертолётов. Однако неверно полагать, будто ЗРК и артиллерия никак не пересекаются. Вот яркий пример того, как вообще все войска поддержки могут исполнять одну задачу. Ремонтник чинит танк и не даёт пехоте расправиться с ним. Сзади два ЗРК прикрывают их от вертолётов, а артиллерия тем временем полностью истребляет вражеских солдат. Если бы не мы, танкист точно не выдержал бы и команда наверняка потеряла бы точку. И коль речь зашла о танках, перейдём к классу бронетехники. Есть мнение, будто она на этой карте не нужна. Оно неверное. Без танков невозможно захватить точки. Обратите внимание, техника встала не на самом шоссе, а немного продвинулась вперёд. Почему? Она расчищает путь вертолётам, уничтожает зенитки и стреляет по артиллерии. А вот более классический подход. Танки просто стоят и отстреливаются. Но так вы вряд ли заработаете много очков. Нужно совершить прорыв. Посмотрите, бойцы продвинулись вперёд и не дают пехоте прорваться. Очень удачное положение. Главное не оставаться на месте, иначе враг просто вызовет поддержку. И у нас остался последний род войск — авиация. Вертолётам на этой карте живётся нелегко. Им приходится облетать лес и постоянно быть на чеку. За каждым деревом может скрываться враг. Именно поэтому многие лётчики берут с собой разведчика. С ним вы всегда увидите, где сидят пехотинцы. Это поможет как избежать столкновения с ними, так и перебить врага. Авиация во многом нужна ещё и для ликвидации артиллерии. Посмотрите, вертолёты залетели в тыл, и даже один ЗРК не сумел спасти артиллерию. Такая охота на новичков и приносит больше всего баллов вертолётчикам. Примеров уйма. Вот, например, ещё одно нападение. И у артиллерии опять-таки нет шансов. Об этой карте всё. Переходим к следующей. Пустошь. Её часто называют стратегическим дэдматчем. Взгляните, голое поле. За деревьями не спрячешься, зданий нет, холмы лишь за центром карты, докуда бой может и не дойти. Что здесь делать? Просто сражаться. Наплюйте на захват точек. Главное — не дать их занять врагу. В остальном просто зарабатывайте очки. Начнём мы вновь с пехоты. Здесь у неё очень своеобразная, нехарактерная роль. Посмотрите, что делают гранатомётчики. Они просто бегут вперёд на технику. Странно? Очень. Правильно? Вполне. Ведь один их залп уничтожает тяжёлый танк. На это, собственно, и расчёт. Никогда не берите среднюю пехоту. Она бесполезна. Вам нужны именно тяжёлые пехотинцы. Они живут недолго, зато могут справиться сразу с группой сильных врагов. Смотрите сами насколько результативны их удары. Второй вариант — взять как можно больше снайперов, которые просто встанут на пригорочек и начнут, не прячась, отстреливать вражеских бойцов. А теперь перейдём к главным противникам пехоты — войскам поддержки. Но будем мы говорить не об артиллерии. С ней всё и так ясно. Надо только увидеть врага и успеть выстрелить. Он сам погибнет под градом снарядов. Подробнее рассмотрим мы средние зенитки — шилки. Эти миниатюрные машинки просто незаменимы на этой карте. И одна из их задач — давить тяжёлую пехоту. Почему именно шилки занимаются этой работой? Дело в том, что их очень много. Штук 5-6, иногда даже 7. Один залп пехотинцев гарантированно уничтожает одну. Но что делать с остальными? В итоге зенитки размазывают по земле всех бойцов противника. Однако не стоит полагать, будто они способны бороться лишь с пехотой. Взгляните, как шилки уничтожают ремонтников из РК. При этом они очень мобильные, и тяжёлые танки не могут попасть по ним. Шилки отъезжают, перезаряжаются, а потом возвращаются обратно — и вот итог. Все войска поддержки врага погибли. Хотя не будем забывать и про главную задачу средних зениток — авиацию. Одной секунды хватает, чтобы градом пуль разрезать вертолёт на две половинки. Пустошь — просто идеальное место для шилок. Благодаря им можно легко выйти на первые места в рейтинге. И лишь с одним противником они не могут справиться — с тяжёлым танком. На этой карте он король. Поскольку холмики здесь маленькие, леса нет и всё на виду, танк может попасть по любому противнику. Главное — выгодно занять позицию. Вот, посмотрите, идёт прорыв бронетехники. Все остальные рода войск сразу же отступают. Но бежать тут бессмысленно. Прятаться-то негде. У танкистов существует и другая задача. Им необходимо удерживать точки. Ведь если враг решится сдвинуть фронт, то без танков защищаться бессмысленно. И переходим к третьей карте — радар. Основная часть битвы происходит на узком хребте возле радара. Если прошлые битвы — это высокая динамика, то здесь — статика. Танки становятся друг напротив друга, зенитки прячутся от вертолётов, а пехота занимает леса и дома. Не будем разбирать действия всех родов войск. Скажем лишь об общих принципах. Во-первых, старайтесь как можно быстрее уничтожить пехоту врага. Взгляните, как действует артиллерия. Она просто бьёт в сторону противника. Бойцов на карте так много, что вы точно сможете попасть. И не забывайте выжигать леса. Во-вторых, следите за обходной дорогой. Вот она. Именно здесь ездят танки, которые потом безнаказанно уничтожают зенитки и артиллерию. А при игре за пехоту не двигайтесь через центр, по бокам есть леса, гораздо эффективнее бежать по ним. Так вас хотя бы не видно. И не забывайте занимать все здания. Их, конечно же, вскоре разрушат, однако какое-то время вы будете удерживать радар. И последнее. Если враг всё-таки сдвинул фронт, нужно как можно чаще вызывать тяжёлый артобстрел. Он не даст пройти пехоте и сильно повредит даже тяжёлым танкам. Только так вы сможете накопить силы, а затем отбить точки обратно. Вот и всё на сегодня. Через месяц мы вновь вернёмся в World in Conflict и поговорим о клановых сражениях. Не пропустите!